Привет, дорогие сплетники, добро пожаловать обратно на мой канал, меня зовут Антон С, на этом канале пьем очень много кофе, еще мы очень много сплетничаем. Дорогие мои сплетники, кто не знает, у меня есть мой основной канал, где видео выходит каждую субботу, и сегодня утро вышло гадание на картах Таро на очень интересную пару. Если мы говорим про Навку и ее мужика, я говорю про это самое видео, по этой ссылке можете пройти и посмотреть. Ох, странные комбинации карт, карта смерти на четверку мечей, которая в итоге, эта комбинация карт говорит на физической кончине человека. Короче, ох, сколько много выводов мы сделали в том самом гадании, кому интересно посмотреть такое мрачное, очень сумбурное гадание, обязательно переходите, ссылка будет также в закрепленных комментариях. Ну и, конечно, вчера у меня вышло вот это вот видео на моем канале, на моем четвертом канале, где мои мысли вслух, каждую пятницу там выходит видео, очень интересное видео. И вчера же на этом моем, этом канале у меня выходит на моих трех каналах, сейчас пока 9 видео, но сейчас начнем снимать еще и на четвертый англоязычный канал. В любом случае, вчера у меня было видео на этом самом канале, я говорю про это уже самое видео, по этой ссылке можете пройти и посмотреть. И я задавался вопросом, и Петя любит выпить, кто не знает, есть такой замечательный канал, Петя, тебя обожаю. И я тогда задался вопросом, потому что пошли слухи, что он кидает страйки, на что он сделал официальное заявление. Ребят, я никогда в жизни никаких страйков не кидал, я даже не знаю, как это делается, клянусь, поэтому здесь прямо говорю, это не я. И не понимаю, про что речь. Если бы это было так, я бы сказал и аргументировал. Там мы обсуждали то самое нашумевшее видео интервью с Машей Новосад. Кому интересно, пройдите по всем моим каналам, везде все, что мы там обсуждали. И отстают от блогеров, дорогие мои. Сейчас сообщают, что блогер Вилсаком, это Валентин Петухов, его подозревают в неуплате налогов и его ждет проверка. Цитата. По информации, в ближайшее время налоговая изучит всю финансовую документацию блогера и, если найдут на решение, отправят бумаги в МВД для возбуждения уголовного дела. Сам Вилсаком моментально прокомментировал это так. По количеству запросов от СМИ вижу, что надо эту новость прокомментировать. Запросы от налоговой на предоставление документов приходят регулярно, мы на них оперативно отвечаем. В данный момент запросов нет, но если будут, так же оперативно ответим. Я напомню, Вилсаком Петухов Валентин, один из самых популярных, наверное, в русскоязычном сегменте блогеров, которые занимают нишу обзора технических аспектов телефонов, камер, ну, вся вот эта вот техническая тема. Все вы знаете, Вилсаком, что я вас с ним знакомлю. У него подписано более 10 миллионов человек и суммарное просмотр видео на канале около 3 миллиардов просмотров. Проверка блогеров, ребят, становится трендом этого года. Да, за последнее время возбуждено как минимум 3 уголовных дела против Блиновской, Чекалины и Митрошиной. Смотрим, Лена Блиновская приезжает сейчас в здание суда. Думала она, что ее отпустят, хотя бы из... Она надеялась, по крайней мере. Домашний арест у нее сейчас, но нет. Продлили домашний арест на 3 месяца, то есть до 26 октября. На этом стояла сторона обвинения. По делу блогерша было опрошено 5 человек, после чего на счетах, где лежало 918 миллионов, миллиард рублей считайте, да? Наложили арест. Также прокурор завел, что необходимо допросить еще 20 человек, в их числе сотрудники компании Елены. Ну, если начали уже говорить про Блиновскую, то давайте уже упомянем и Лерчик. Потому что вчера был марафон этих самых блогеров в этом самом здании суда. Лерчик приехала на машине и в Пресненской суде она отвечала на предъявленные ей обвинения. И вот что выяснило, дорогие мои. По делу Лерчик нашли свидетели, которые подтвердили и доказали, что у нее есть другой номер телефона, с которым она звонила. И телефон, с которого выходила в интернет. Один из свидетелей, личный повар этой самой Инстаграм-мошенницы. То есть вы понимаете, да, ребят, вернее, они не понимают, да, что когда настолько серьезно обвинение, нельзя здесь ходить между струей дождя. Нельзя здесь пытаться вывернуть ситуацию, нельзя здесь подкупать свидетелей, нельзя здесь оказывать давление на следователей. Понимаете, она искренне до последнего, видимо, думала, что она уйдет безнаказанной. И вот сейчас у ее повара. Но на самом деле, вы знаете, я понимаю повара. Никто не будет брать на себя проблемы, выгораживая Лерчик. Когда-то у нее просто какой-то там повар на ставке. Поэтому, я думаю, сейчас будут сливать все и везде, и по кругу. Потому что никто не хочет впрягаться в эту самую телегу, которая несется со скоростью света на дно. Будем продолжать внимательно наблюдать за всей этой ситуацией. Но это, конечно, самый настоящий кошмар. Ну и что самое интересное. Вчера задержан был Стрелков Гиркин. И он задержан по заявлению бывшего сотрудника ЧВК Вагнер. Значит, задержание Стрелкова Гиркина связано с обвинением в экстремизме. Его супруга Мирослава Регинская сообщила, цитата, «Сегодня примерно в 11.30 к нам приехал представитель Следственного комитета. Меня в это время не было дома. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении от друзей. Мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинут обвинения по статье «Экстремизм». Кто не знает, кто такой Гиркин, это очень серьезный дядечка. Получил он широкую известность как активный участник войны на востоке Украины. Военный политический деятель, это как сообщает Википедия. Также он был высокопоставленным чиновником. Самый провозглашенный Донецкой Народной Республики в течение нескольких месяцев. Руководил бойцами во время боевых действий в городе Славянске. Именно ему вменяют, помните, это самое громкое дело с Боингом, и именно его обвиняют в уничтожении того самого Боинга. Более 200 человек тогда отдали Богу душу. И вы знаете, для меня вот эта вот была ситуация с Гиркиным, она максимально непонятна, как сообщают в бриф. Интересно, они сделали резюме по поводу этого. С задержанием Стрелкова и Гиркина власть проходит важную веху. Видимо, после Пригожинского мятежа в преддверии выборов и возможных переговоров с Украиной решено чистить радикальные фланги. Раньше под такой пресс попадали либералы, теперь же рассерженные патриоты, многие из которых ненавидят власть, ничуть не меньше, чем либеральная оппозиция. А вот опасность политическому режиму они могли предоставлять куда большую. Для меня был полнейший шок, когда я узнал, что его арестовали. И вы знаете, это, наверное, будет урок для всех, кто занимает прокремлевскую позицию и кто является одной из шестеренок, которая вертится вот в этой вот игре, которая называется «Ужасная война в Украине». Неприкасаемых нету. Если сегодня ты один из глав Донецкой Народной Республики, завтра ты можешь быть арестован по делу об экстремизме. Это классическая жаба-гадюка. И очень забавно смотреть, на самом деле, на эту самую жабу и гадюку. Это как пауки в банке. Очень забавно. И когда ты пытаешься проанализировать эту самую ситуацию, ты понимаешь, что что-то пошло не так. Пошел какой-то непонятный лично для меня перекос, когда люди, которые, по идее, должны бы работать в какой-то вот заединищении, объединенной одной идеей, одной целью, а по факту направо-налево задержатся тех-тех. Вы знаете, что самое интересное? Вот так вот проводишь вот эти вот исторические параллели. Это классическое сталинское время. Когда сегодня ты Ежов, правая рука, глава НКВД, а завтра тебя, Ежова, больше нет. И на твое место приходит Берия. И Берия, которая в итоге также отвечает за свои безумные действия. Забавно смотреть на исторические параллели. Интересно послушать ваше мнение. Что вы думаете по поводу всего этого? Давайте прокомментируем в комментариях. И, конечно, огромная благодарность всем, кто кидает нам донаты на этом канале. Благодаря только донатам мы в состоянии выпускать видео на этом канале каждый божий день. Вы нам всегда можете кинуть донат через Суперспасибо, если от спонсора на канале начинается с 2 долларов в месяц. Но если кидаете вы нам донат через бусте, взамен вы обязательно получаете видео поздравления, записанные специально для вас. Наша форма благодарности за ваши щедрые донаты. Дорогие мои сплетники, вы знаете, у тартуфи сейчас идет ликвидация всего и вся. Тартуфи это великолепные поставки итальянской гурме продукции. Это продукты с трюфелем, великолепный кофе, специи, пасты, что только у них нет. Великолепное итальянское оливковое масло. И вот сейчас ликвидация, потому что из-за санкций они сворачивают свою деятельность и распродают все, что осталось. На складах до 90% скидки и на то, что у вас осталась, та сумма дополнительная скидка в 20% с моим промокодом Антон, одним словом, Кириллицей. Пользуйтесь скидками, переходите по ссылке в описании и закупайтесь за качественными итальянскими продуктами, пока они еще есть в наличии. Ну и, конечно, сейчас пошла вот эта вот тема, да. Акция «Помогать ветеранам», да. Жена Пашу официальная Ханна, да. Дорогие, вы знаете, что я ежегодно поддерживаю данную акцию. Давайте поддержим ее вместе с вами и сделаем одно большое доброе дело. Все вырученные средства от продажи значка идут в помощь ветеранам этой самой войны. Приобретайте значок «Гвоздика», да. Она дает, значит, ссылочку. А в следующий пост Ханна распаковывает очередную сумочку от «Эрмес». Это, так понимаю, очередная «Биркин», 155-я «Биркин», да. И вот просто, знаете, думаешь о вселенском лицемерии, о вселенской продажности абсолютно никого. А Ханна — это абсолютно никто. Она не поет, она не танцует. Она занималась, по крайней мере, продажей каких-то непонятных лично мне марафонов желаний, конечно же, да. И вот смотришь, да, сумочка «Эрмес». Она на соседней стольке, ты собираешь денежки для поддержки ветеранов, продавая вот эти вот копеечные значочки. Отрабатываешь, что значит, это тему. И на эти денежки покупаешь себе очередной «Эрмес». Восхитительная история, ребят. Не устаю удивляться наглости и безумию блогеров в Инстаграме, у которых нет ни совести, ничего. Ну и, конечно, дорогие мои, кто помнит еще такую, да, статьи Казанова, да. И вот смотрю, я наткнулся на пост, страшные предсказания статьи Казанова, без шуток, да. Мы завершим этот век полным разрушением и, видимо, полным исчезновением такого вида, как человечество, с этой прекрасной планетой. Так заявляет Казанова в абсолютно безобразном и непонятном для меня аутфите, с угрюмым взглядом, влиящем тебе точно в душу. В ноздре у нее какая-то цепочка, которая уходит в волосы. Короче, безумие, ребят. На какой момент Сати Казанова, эта девочка, которая, ребят, что там она, кувыркалась очень красиво с зятем Назарбаева, да. Живет на его деньги и занимается вот подобной вот ерундой в Инстаграмчике. Сати Казанова, ребят. Это одна из тех фабрик, да, фабрика звезд, когда девочка абсолютно никто и звать никак. Вдруг у нее появляется третий глаз и она начинает предвидеть. Понимаете, куда ни плюнь, очередное предвидище, очередное всезнающее, очередное предсказывающее. Ребят, вам неужели нечем заняться? Казанова, ну вот ты вроде как умела петь, да. Вроде как, хотя серьезный мужик из семейства Назарбаевых, ребят. Ну там на пять поколений уже у тебя деньги есть. Все. Ну займись ты пением. У тебя же вроде как изначально неплохо получалось. Нет. Я вижу. Хочу матом сказать, но не могу и не позволяю. Себя держим здесь для класса. Ребят, сколько этих клоунов вообще лезет из каждой щели. Вот для меня постоянно и не отпускает меня этот вопрос. Почему люди, изначально заявившие о себе, зарекомендовавшие, сделавшие себе имя в той или иной стезе шоу-бизнеса. Будь то актриса, будь то певица, будь то танцовщица, будь то, я не знаю, стендап-комедиантка, да. Нет. Они все заканчивают клоунессами. Все как одна. Одна видит, другая слышит, третья чего стоит, еще четвертая, еще какой-то ерундой занимается. Девки, вы никто и звать вас никак. Вы с абсолютно испорченной репутацией. Что Бонни с бревна? Что это с фабрики? Ребят, хватит вестись на подобных. Вот, я не знаю, сюрреализм от девок, которые не имеют никакого отношения ни к медицине, ни к высокой кухне, ни к предвидению будущего, ни к чему они это дело не имеют. Нет же, сотень Казанову, она начинает предсказывать. Какое вы позорище, какое дно, какое же вы все, вот глобальное ходячее дно. Я в шоке от всего от этого. Интересно послушать ваше мнение. Может, кто покупал их за семинар предвидения от Сати, прости господи, Казановой? Что она вам там напредсказывала-то? Давайте пообщаемся в комментариях. Интересно, абсолютно, думаю, будет всем. Ну и пожалуйста, да, вот едет, это как же ее? Санько. Надя Санько. Она, значит, за Павлом Мамаевым, да, и вот это вот для меня пример удивительного человека, да. С абсолютно уничтоженным лицом она сделала все в своих силах, чтобы превратить себя в того, кем она сейчас является, да, на одной волне. И да, я никогда не пристегиваюсь, когда еду в автомобиле. Я, значит, танцую. Это у нее реально такая надпись в ее сторис. Я никогда не пристегиваюсь в машине, да, пою и танцую за рулем. Восхитительно, ребят. Вы знаете, каждый раз, когда я обсуждаю светскую жизнь, каждый раз, когда я обсуждаю светских вот этих вот персонажей, публичных персонажей, я всегда задумываюсь об одном, почему нет ни одного человека, который истинно, вот по-настоящему бы вдохновлял. Знаете, кто меня вдохновляет? Меня вдохновляет, вот не люблю ее творчество, терпеть не могу ее творчество. Земфира. Земфира человек, который мало говорит. Когда она говорит, она говорит все по делу. Она занимает категорически правильную гражданскую позицию. Она не говорит о своей жизни от слова совершенно. Все, что она делает, это собственное творчество. Возможно, кто-то скажет, что новая Земфира, она скатилась. Возможно, кто-то скажет, она скучна, нудна и неимоверно депрессивна. Но, по крайней мере, она остается певицей, кем она себя изначально и зарекомендовала. И не портит себе репутацию своими глупыми сторис в Инстаграм. Вы себе просто представить не можете, какой портал ВАД открыл соцсети, такие как Инстаграм, что там у нас, Телеграм и прочее, да, разрешая публичным людям высказывать свою какую-то непонятную, абсолютно глупейшую позицию на то или иное, и показывая это все беспрекрасно. Вы понимаете, это просто колондайк для нас, сплетников, которые сидим и думаем, о, господи боже мой, у очередной поехала, засвистела крыша, засвистел чердак. Давайте это все пообсуждаем. Ну и, конечно, я обожаю истории от ультрабогатых теток, да, у которых очень замечательная позиция на многое. Не капли ботокса, а только чудодейственные медитации спасают 56-летнюю Сальму Хаек от старения. Именно это она заявила. Она уверяет, что разработала под себя уникальную методику. Несколько часов в день, несколько часов в день она медитирует и на глазах молодеет на 20 лет. Это все, конечно, здорово. Вы знаете, ребят, во-первых, я сразу скажу, я не верю, ни одни медитации вам не помогут разгладить ваше сморщенное лицо. Ни одна, никогда, ни под каким видом, ни одна медитация вам ничем не поможет. Я обожаю теток, у которых все в жизни замечательно. Кто не знает, она замужем за супер богатым мужиком, да. И вот она может найти в несколько часов, несколько часов в день. Ребят, я человек, у которого вот полчаса посидеть, посмотреть на Netflix, это просто благословение. Потому что у меня 9 видео в неделю записать, оформить, обсудить все это с монтажером. И вот мы как лошади, беговые, да, мы делаем вот эту работу. Еженедельно, ежедневно. А сидит тетка и говорит, вы знаете, вот мне 56 лет, и все, чем я обязана своей красотой, это медитация несколько часов в день. Помните Риту Дакоту? Рита Дакота это восхитительный персонаж, который пробил полнейшее дно, когда связалась с инстомошенником Федором Белагаем, изигай, да. И вот, дорогие мои, у меня вопрос. Значит, он доброе утро, вот ставит вот эту вот замечательную фотографию, отекший, как будто заворотник закладывал, просто пузырями, да. Вот слушайте, 35 лет парню, да, не пьет, не курит, не ест мясо, занимается спортом, занимается медитациями. Каждый божий день он в медитациях. Выглядит с утра, как будто бухал, не просыхая. А может быть и бухал, не просыхая неделю. У меня здесь два вопросика. Или он врет, что он такой правильный, и он реально заливает заворотник, ну вы посмотрите на это опухшее лицо. Или же он действительно максимально правильный образ жизни, правильное питание, правильное все. Дорогие мои, не ведитесь на это все, потому что вы видите, как выглядит Федя Белагай. И упаси боже, вести правильный образ жизни, чтобы выглядеть вот так. Понимаете, да? То есть или он реально врет, или это действительно просто элементарно не работает. Может, у него проблемы с почками, может, еще что-то. Он изо всех сил пытается удержаться за эту жизнь, потому что у него какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Ну как так можно? Вегетарианец. Я когда отказался на 50 дней от алкоголя, ребят, ушло сразу все. А Федя Белагай с медитациями и без мяса на одних овощах, а воде выглядит так. Федь, проверь почки. Как там эти диванные медики? Срочно надпочечники. Железенку, селезенку, легкие. И, я не знаю, подмышечные впадины. С тобой что-то не так дорогое, потому что или ты там врешь, или у тебя действительно здоровье твое просто не вытаскивает тот слишком правильный образ жизни. Помните такую Маша Федорова, Маша Беляша, Маша Раша. Это ее действительно были названия в инстаграме. Она бывшая главред Волга. И вот она, значит, сделала компанию Дивна. Она сделала эту компанию для пошива безобразной одежды для полных людей. Это здорово, что преподносится вот этот вот бренд, этот для полных людей, в таком вот игривом формате, когда танцует на улице, и она такая замечательная, и то есть даже вес, он не мешает ей, да, и вроде как эта самая страшная одежда должна ей, как бы, я не знаю, скрасить ее фигуру. Я знаю. Почему я знаю? Потому что огромное количество толстых людей, полных людей, которым действительно сложно найти красивую одежду. И меня удивляет, как ты, бывшая главред Волга. То есть вы понимаете, да, не просто какая-то тетка с Морозом, ты бывший главред Библии моды русского департамента, да? Ты действительно знаешь, что такое высокая мода. И ты шьешь вот подобное вот для полных женщин. Ребят, как же, вот эти, вот смотришь на продукцию компании Дивна, и ты понимаешь, как же можно изуродовать и так проблемную фигуру абсолютно безобразнейшей одеждой. Во-первых, все старческое. Во-вторых, просто все безумно некрасивое. Это же сколько, ребят, можно, проработав в высокой моде, создавать настолько некрасивые, настолько нестильные, настолько старящие молодую девчонку. Вот сколько этой девчонке лет? Ну, дай бог, 20, может быть, 25. Полные люди, они всегда выглядят старше. И вот ты смотришь на девчонку, которая тридцатника, нет, да? А вот пойдя она вот в этом вот в абсолютно страшном аутфите от Дивна, ты подумаешь, господи, боже мой, дайте я уступлю вам место в трамвае или в маршрутке, потому что вы старая больная женщина. Что не так с этими людьми? Зачем отшивать? Знаете, вот просто погонные метры тряпок используются на абсолютно ужаснейшую одежду. Боженька, ты мой. Что? Вы знаете, что я делаю у Рогов? Он говорит, я ничего своего не делаю. Вот есть что-то модное, сейчас там Баленсиаго сделали оверсайз пиджаки, и я делаю то же самое. Да, я делаю очень сильно heavily inspired by Баленсиаго дизайн. Ну, укради ты, блин, дизайн. Ну, укради ты дизайн для полных людей и вот как-то верни в свою теорию компании Дивна. Нет же, даже украсть, крестиво, не смогут. Она шьет мешки с пуговицей у этих, у штанов вот здесь, в межгрудье, да? Эта девушка еще в этом танцует. Ничего более кринжового, чем это. Я не видел очень давно. Послушайте, интересно вас, дорогие мои сплетники, у которых проблемы с весом. Сложно ли вам найти действительно красивую одежду? Не то, чтобы скрыть, да? А чтобы вот просто... Ведь можно же красиво одеться, даже если у тебя 40 или 50 килограмм лишнего веса. Ну, можно же. Нет. Ну, такое, дорогие мои. Переходите, послушайте ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Ну, и, конечно, сейчас интересная ситуация. Арианда Гранде разводится с риэлтором через два года после свадьбы. Она удалила все свадебные фотографии с бывшим возлюбленным. Сила, обручальное кольцо. Арианда Гранде и Далтон Гомес готовят документы для расторжения брака. Значит, она была в статусе жены всего два годика, да? Началось разногласие в январе. Супруги надеялись узнать отношения, найти компромисс. Ничего у них не получилось. Сегодня появляется информация, что, оказывается, она закрутила роман с актером Итаном Слейтером. И ради Арианы Гранде он бросил свою жену, которая в прошлом году родила ему сына. Для меня извечный вопрос. Кто виноват? Помните это самое... Как же ее звали? Нинюша. Как же была певица, которая вышла замуж за собственного тренера. А у этого тренера только-только... Понимаете, как я говорю, да? Вот это из серии Нюша и Хрюша. У него только родилась дочка. Или сын, не помню. То есть тоже где-то год-полтора были вместе, да? И вот извечный вопрос. Извечный вопрос. Кто виноват? В данном случае Арианы Гранде, что увела мужика из семьи, когда там только что родился сын. Или же Итан Слейтер. Я не знаю, что за Итан Слейтер. Что за актер, да? Но у него только родился сын в прошлом году. А сейчас он ушел к Ариане Гранде, да? Я верю в любовь. Знаете, я верю в любовь. Я верю в романтику. Я верю, что вот нашли два одиночества друг друга, да? Пускай даже находясь каждый в паре. И вот они встретились, полюбили друг друга. И, наверное, они обязаны в первую очередь себе, правда, быть счастливыми, а не быть обязанными мужу или быть обязанной жене, у которой только что родился сын. Извечный вопрос, который меня очень беспокоит. В любом случае, Ариана Гранде, пошла ты куда дальше, равно как Селина Гомес. Не люблю ни одну, ни другую, не понимаю феномен. Она поет великолепно. Ариана Гранде поет великолепно. Она экспромт. Она великолепный, там, слух. Она гениальная певица. Я не люблю от слов совершенно. Ну и вот такой вот фан-факт из жизни. Ариана Гранде. Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. И, конечно, дорогие мои сплетники, я вас обожаю за то, что вы всегда поддерживаете приюты для бездомных животных. Продолжайте наше замечательное, святое... Я верю, это святое дело. Мы обязаны быть в ответе за братьев наших меньших. Поэтому продолжайте поддерживать волонтеров, продолжайте поддерживать приюты, продолжайте доказывать всему миру, милые мои дамы и господа сплетники, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо всем, кто подписывает за все четыре моих YouTube-канала. Список всех моих каналов в описании к этому ролику. Смотрите на всех моих трех пока канала. Видео 9 видео в неделю. Антоша многостаночник. И я надеюсь, вы получаете удовольствие от моего творчества на YouTube. Спасибо всем, кто ходит. 20 минут времени на общение с папочкой сплетников. Пожалуйста, поставьте лайк. Я честно старался подписываться на канал. Здесь огонь, ребят. Спасибо всем за внимание. Всем шикарной субботы. Винишко, шампанское, пивасик. Сегодня можно всем пап сплетников разрешает. Я вас обожаю, сплетники. У них все обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok